Следующей страной, выразившей свою поддержку Армении, была Греция. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мерзояном в Ереване, что Афины в рамках ЕС и ЮНЕСКО намерены инициировать кампанию по сохранению христианских памятников в Арцахе. Связи между Ереваном и странами Европейского Союза заметно обострились, поскольку последние хотят приблизиться к границам с Россией через Армению. На данный момент, за последние несколько месяцев, Ереван посетили представители дюжины стран Европейского Союза, а также Запада. Каждый из стран выразила свою поддержку Армении и обвинила Азербайджан в том, чего он не совершал. Страны, которые заявили о своей поддержке Армении, также поддерживают развертывание миссий наблюдателей ЕС на территории Армении вблизи границ с Азербайджаном. Удивительно, но Армения уже доверила въезд на свою территорию миссии наблюдателей из десятков стран Европейского Союза, чего раньше никогда не было в информационном поле Южного Кавказа. Министр иностранных дел Греции заявил, что для них важно подсчитать и понять масштаб ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятником Арцаха. Греческий министр, возможно, пересмотрел свое решение помочь подсчитать ущерб, зная об ущербе, причиненном 33 годами армянской оккупации территории Азербайджана. Мы готовы всячески помогать Армении и ее народу в реализации этих инициатив. Армения является важной частью Европы, с ней связаны богатые исторические связи. Мы продолжим эти шаги по сближению. Мы не должны упустить момент и наряду с гражданской наблюдательной миссией ЕС применить другие инструменты сближения, подчеркнул дипломат. Все страны примыкают к границам Армении и заявляют о помощи, но на самом деле все выглядит как иллюзия. Каждый министр и чиновник, посетивший Ереван за последние несколько месяцев, заявлял о предоставлении жилья армянам, которые добровольно уехали. Только Франция предоставила почетную награду и статус почетного гражданина нескольким армянам, опять же, для иллюзий помощи. Общая сумма ущерба, нанесенного Армении территорией Азербайджана, превышает 300 миллиардов долларов. Нет сомнений в том, что Европейский Союз продолжит двигаться в направлении сближения с Арменией, и обещания будут по-прежнему звучать из уст официальных лиц, которые принципиально содержат иной характер помощи и обещаний. Например, армянский блогер Давид Миносян жалуется на гуманитарную еду сомнительного качества, предоставляемую армянским жителям Карабаха, добровольно покинувшим Карабах, которую, как говорит блогер, лучше сразу выбросить. Также стоит напомнить, что во время визита министра иностранных дел Греции в Армению, премьер-министр Греции пообещал легализовать однополые браки. По словам Кириакоса Мицатакиса, законодательные инициативы по легализации однополых браков и усыновлению гомосексуальных пар не являются чем-то радикально отличным от того, что уже существует во многих европейских странах. Нынешних друзей Еревана, возможно, связывает крепкая мужская дружба, и, возможно, Армении не хватает европейской культуры и своего мировоззрения, поэтому она дистанцируется от России и Южного Кавказа. Чтобы присоединиться к более культурному миру Запада, Греция стала первой православной страной, разрешившей однополые браки. Бывший депутат парламента Армении Азад Аршакян заявил в эфире армянского телевидения, что Армения была создана на исторических землях Азербайджана, и это заявление не последнее среди армян, которые сознательно высказались без давления извне. Бывший член парламента Армении Азад Аршакян далее сказал, «Мы должны признать, что эти территории Азербайджана раньше были бывшим Ереванским ханством, где были расселены армяне из разных частей мира. Хотя раньше здесь жили люди разных национальностей, Россия также переселила сюда армян из Османской империи, где в конце концов Россия представила эту территорию Ереван как армянскую провинцию, а затем как провинцию Ереван с проживающими там армянами. На самом деле там жили другие люди. Экс-депутат парламента Армении считает, что мировые державы в разные годы использовали армянский народ в своих целях. По его словам, Россия никогда не была надежным союзником Армении. Они сделали эти земли армянскими, но не ради нас, армян, а в своих интересах. У России была одна цель – обеспечить сухопутное сообщение со странами Ближнего Востока. Затем они замахнулись на выход к Индийскому океану, откуда они также хотели получить доступ к Иерусалиму. Как и следовало ожидать, депутат затем назвал нового союзника Армении, которым станет НАТО. Сотрудничество с Североатлантическим альянсом сведет на нет зависимости Еревана от России, сказал Азат. Нам всегда приходилось думать о независимости. Но другие решили полагаться на другие страны, ползать у кого-то в ногах, висеть на чьей-то шее, одним словом, быть нахлебниками, и это то же самое сегодня. Следует также добавить, что война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной в секторе Газа, а также война России с Украиной, провоцирует другие страны на начало столкновений. Недавние наращивания сил НАТО и формирование их баз приближаются все ближе и ближе к границам России. В настоящее время сеть ПТЭК насчитывает 34 центра, из которых 18 расположены в 13 странах альянса и 16 в 14 странах-партнерах. Многие проблемы внешней и внутренней политики Греции вынуждают страну активно участвовать в модернизации Североатлантического Союза, а близость Греции к Ближнему Востоку делает ее важным стратегическим партнером США. Недавние взаимодействия стран Североатлантического альянса с Арменией могут иметь иные цели, чем помощь Армении в восстановлении и защите их культурного наследия на территории Азербайджана. Речь идет о военных маневрах, которые планируется ежегодно проводить на территории европейских стран с 2020 года в рамках учений армии США «Защитник Европы». В то время как в предыдущие годы учения НАТО проводились попеременно в Южной и Восточной Европе, учения этого года должны охватить несколько театров военных действий вдоль всей западной границы России, включая арктическое направление. Точный список подразделений, участвующих в Defender 24, пока не объявлен. Известно о 500 запланированных самолетовылетов, участии более 50 кораблей и 41 тысячи военнослужащих из 32 стран, включая Швецию, которая еще не присоединилась к альянсу. Учитывая географический размах Defender 24, уже сейчас можно предположить, что его сценарием станет практика стратегической наступательной операции против России.